В этом уроке я вам покажу, как можно делать макияж на фотографиях. Сразу хочу признаться, я в этом не специалист, в общем-то никогда это не занимался, поэтому просите меня, девушки, которые вы смотрите в данный момент, я, в общем-то, как это называется правильно, макияж не наношу, не визажист и всё такое. Поэтому я вам покажу, как это можно сделать в фотошопе. Потому что, в основном, когда я делаю такую обработку, вот именно на заказ или что-то ещё подобное, я, конечно же, консультируюсь с девушками, для которых эта фотография будет сделана. Поэтому макияж в данном случае подходит гораздо лучше. Но на данной фотографии я вам просто покажу, как это можно сделать. Переходим к нашим условиям, снимаем блокировку двойным нажатием левой кнопкой мыши. И давайте создадим новый слой. Так будет удобнее. Возьмём кисточку и, допустим, мы захотим там накрасить, у нас как раз вот веки. Вот, допустим, фиолетовым цветом, таким, более тёмным, ну, примерно вот такого цвета. Ну, каждый, как хочет, конечно, делать. Так, и мы аккуратно, вот таким вот образом, немножко нанесём. И поставим режим наложения, цветовой тон. И с помощью ластика мы уберём всё, что нам так. Цветовой тон. И с помощью ластика мы уберём всё лишнее. То, что, допустим, заходит на глаз. Можем уменьшить прозрачность ластика. Ещё можем уменьшить до 50%, чтобы немного сверху как бы убрали. Вот, что у нас получилось. Также можем уменьшать прозрачность, чтобы не был такой насыщенный цвет. И следующий слой у нас будет уже тоже по поверхности. Дальше другая часть. Вот таким вот образом. Ну, ластиком, естественно, мы сейчас всё это уберём. Но поставим режим наложения в мягкий свет. Убираем всё это с бровей. Здесь делаем лёгкий переход. Здесь тоже можем уменьшить прозрачность. И как бы продолжить. Таким вот образом, что у нас получилось. Вот так вот. Также, допустим, если вы хотите сделать подводку. Ну, в данной фотографии здесь подводка уже сделана. Поэтому я просто покажу, как это можно сделать. Тоже выбираете кисточку нужного размера. Берёте пипетку. Выбираете цвет, который бы вам хотелось, чтобы подвести. Или выбираете здесь. Выбираете режим наложения. Сразу мы поставим умножение. Непрозрачность до 100. И вот таким вот образом можно сделать подводку. Ну, у меня, кажется, кисточка получилась слишком какая-то здоровая. Поставим 2 пикселя. Таким вот образом. И можем уменьшить прозрачность. И вот что у нас получилось. В общем, давайте сгруппируем наш слой. Нажмём Ctrl-G. Вот у нас что получилось. Скопируем. И давайте сделаем... Отразим по горизонтали. Конечно, так не делается. Но в данном варианте можно обойтись вот таким вот вариантом. Здесь подводку можно убрать. В общем, вот что у нас получилось. То есть, такой яркий вариант можно уменьшить до 50%. А то слишком такие яркие цвета. Вот таким образом у нас происходит с помощью фотошопа нанесение макияжа. Также вы можете сделать это и накрасить губы, и всё, что вам угодно. Так же, как и щёки. Ну, и в данном варианте, конечно, в данной фотографии уже румяна есть. Поэтому добавлять их не стоит. Но так же я вот показал с глазами. Макияж, в общем-то, закончен.